Дмитрий Лебедев, Мария Погребняк, дневники Лоры Палны. Трукрайм истории самых резонансных убийств. Читают авторы. Рабовладелец. С истории этого маньяка фактически и начался подкаст «Дневники Лоры Палны». Продумывая структуру сезона, мы долго обсуждали, кто станет первым, кто сможет не только испугать, но и привлечь и удержать слушателя. И в этой поистине дикой истории соединилось огромное количество разномастных деталей, которые мы все так или иначе встречали в криминальных романах, фильмах и сериалах. С одной только поправкой. Происходило это в реальности, с настоящими людьми, и поломало не одну человеческую жизнь. И первое, что привлекает внимание, эпоха. Годы гибели Старого Мира, упадка советского строя и, главное, года угасания идеологии, перестройки в умах. А слом эпох порождал невероятных людей, великих харизматиков, идеологов, визионеров и, разумеется, безумцев. И не всегда одних можно было легко и безоговорочно отделить от других. Так вот, на рубеже двух миров, отступающей мечты о коммунизме и напирающей сладости капитализма, начинает действовать один из самых жутких маньяков постсоветской России. Причем в криминальную историю он вошел не благодаря количеству жертв или особому почерку, хотя и этого не отнять. Криминалистов и профайлеров интересуют, а простых обывателей пугают, спокойствие и полная уверенность в том, что все его поступки обусловлены высшей целью, великой миссией, которая оправдывает любое злодейство. А уже этого в истории Александра Комина было более чем достаточно. Маньяк больше 20 лет вынашивал преступный план. Комин, дождавшись наиболее подходящих условий, он выкопал бункер, в котором несколько лет удерживал захваченных в рабство людей. Заключенных бункера Комин использовал и как обычную рабочую силу, они шили одежду и нижнее белье на продажу, и для удовлетворения собственных низменных потребностей. Правда, была и третья цель, куда более великая, масштабная и бесчеловечная, подчиненная совершенно безумной идее построить подземную социалистическую утопию имени Александра Комина. Едва ли все это отражало самое хлесткое газетное прозвище маньяка – рабовладелец. Мечта о бункере Александр Комин родился в 1953 году в небольшом городе Вятские поляны Кировской области. Еще недавно город был просто рабочим поселком, и только в военные годы слегка разросся, когда в те края перевели машиностроительный завод из подмосковного Загорска, который теперь называется «Сергиев Посад». С 1941 года и на протяжении всей Великой Отечественной предприятие исправно поставляло на фронт легендарные ППШ – пистолеты-пулеметы Шпагина. В остальном же Вятские поляны мало чем отличались от сотен других советских городов послевоенного времени. О ранней жизни Комина известно немного. Он рос в семье простых рабочих, окончил восемь классов, ничем не отличался от одноклассников и вплоть до восемнадцати лет вел совершенно предсказуемую жизнь советского подростка из глубинки. Внешне он был субтильным человеком невысокого роста с тридцать пятым размером ноги. Как раз свое телосложение он и винил в том, что так и не добился особого успеха у противоположного пола, что в итоге и скажется на характере его преступлений. Взросление не обошлось без хулиганства и мелкого криминала, который неизменно расцветает там, где молодежь ничем не занята. Именно по статье «Хулиганство» он впервые попал за решетку, ввязался в уличную драку, в которой пострадали как минимум двое. В подкасте мы не раз обсуждали, как именно зона влияет на человека. И в случае Комина тюрьма действительно изменила его жизнь. Во-первых, при колонии, куда его направили, работала швейная фабрика, и юный Саша буквально нашел свое призвание в кройке и шитье. Причем настолько, что вскоре после отсидки он пойдет учиться и получит образование модельера-закройщика. Казалось бы, чем неблаготворные влияния исправительного учреждения? Но был в его тюремных буднях и другой фактор – зэк с трогательным прозвищем «Бигль». В свое время его посадили за организацию подпольного цеха, где штамповались поддельные иконы. И этот «Бигль» увлеченно рассказывал Комину, что к работе он привлекал бездомных. Лиц без определенного места жительства, согласно советской пропаганде, в Союзе почти не было. Но, вопреки этим утверждениям, бродяги существовали. И, оставаясь самой незащищенной частью советского общества, нередко становились жертвами таких дельцов, как «Бигль». Видимо, уже тогда, рассказы о подпольной артеле, которая не требует больших затрат на рабочую силу, запали Комину в душу. Тем временем, в 1974 году, наш персонаж выходит из тюрьмы и поступает в техникум. Но, к сожалению, найти работу по специальности инженера-закройщика, тем более в Вятских полянах, оказывается непросто. Комину приходится трудиться кем попало – кочегаром, сторожем, разнорабочим, электриком. И вот на одной из своих работ он знакомится со своим будущим сообщником, инженером Александром Михеевым, и предлагает ему наладить производство. Александр Михеев, сообщник Комина. «Он сказал, что у меня подвал немножко вырыт. Если ты поможешь, сделаем площадь, будем сажать огурцы, сдавать в рестораны, в кафе. Круглый год у нас будет стабильная зарплата. Рабов или бомжей можем привезти, кого угодно заманить, чтобы они что-то делали». Фактически, Комин на пару с Михеевым хочет стать индивидуальным предпринимателем, что в СССР образца 70-х годов было маловероятно. Хотя идеи про образы частного бизнеса уже витают в воздухе в преддверии перестройки, рассуждать о подобном кооперативе можно только с осознанием, что это не особо законно, даже если не учитывать привлечение бездомных и насильное принуждение к труду. Тем временем наступает 1991 год. Во главу угла встает новая идеология, бизнес, которым может заниматься каждый. И в таких условиях Комин понимает, его идея не только вызрела, но и переросла скромные мечты об огурцах. Теперь он ставит перед собой более масштабную цель – собственное текстильное производство. Халаты, одежда, белье – все это чуть ли не в промышленных масштабах, чтобы удовлетворить потребности растущего и практически незанятого рынка. Комин приступает к обустройству будущего цеха. Вместе со своим подельником Михеевым он отправляется в свой приватизированный гараж и начинает рыть что-то вроде укрепленного подвала – полноценный бункер. Никаких подозрений у соседей он не вызывает, несмотря на то, что в гараже у Комина нет ни машины, ни мотоцикла, ни даже велосипеда. Во-первых, в те годы гараж мог использоваться просто как склад. А во-вторых, в условиях деморализации от падения прежнего строя, когда многие спивались и теряли все, Саша Комин продолжал чем-то заниматься. Так что знакомые, напротив, относились к его непонятной деятельности с пониманием и даже уважением. Даже в такие непростые времена человек чем-то дозанят. И это неудивительно, учитывая отношение советского человека к гаражу как ко второму дому для любого уважающего себя мужчины. Целых четыре года в подвале гаража велась работа. Причем в основном по ночам, в нерабочее время, и чтобы все же не привлекать лишнего внимания. Хотя на тот момент Комин с Михеевым не делали ничего криминального. Просто выносили ведра землей, завозили стройматериалы, обустраивали помещение. К концу 1994 года бункер был готов. Электричество, вентиляция, лебедка, которая служила как полноценный лифт. Но уже тогда Комин прекрасно осознавал, что строит не теплицу, а темницу. Так что одной из главных деталей стала лестница под высоким напряжением, чтобы пленники не могли оттуда выбраться. Бункер размером с полноценную однушку, 15 квадратных метров, они обставили мебелью, кроватями, столами и стульями, закупили отрезы тканей, швейные машинки и расходные материалы. Дело осталось за малым, за рабочей силой. Первые пленницы Лихие 90-е в России связаны не только с разгулом преступности и переделом собственности. Помимо всего прочего, перемены в экономике привели к всплеску числа безработных. С 91-го года миллионы человек лишились своих прежних мест и возможностей для заработка, особенно остро это ощущалось в небольших городах, и Вятские поляны не были исключением. В таких условиях Комину было достаточно буквально протянуть руку, чтобы найти отчаявшихся, обездоленных и совершенно беззащитных граждан и превратить их в рабов. Свои поиски они сосредоточили на рынках и вокзале. В конце 1994-го, когда бункер был уже готов, Михеев познакомился с первой жертвой. 33-летняя Вера Толпаева попросила у незнакомого мужчины закурить, они разговорились. В какой-то момент Михеев сообщил, мол, есть у него друг, у него гараж недалеко отсюда, и предложил отправиться туда, чтобы весело и приятно провести время. Сейчас сложно себе представить, в каком состоянии должен быть человек, чтобы так легко согласиться пойти с незнакомцем в столь сомнительное место. Но, возможно, утраченный привычный мир, фактически полное отсутствие денег, работы и хоть какого-то понимания, что же будет дальше, все это делало тех женщин, которые становились жертвами Комина, столь уязвимыми. И Вера согласилась. В гараже Комина Михеев напоили ее водкой, в которую незаметно подмешали клофелин. Когда она потеряла сознание, ее засунули в картонную коробку из-под телевизора и спустили по лебедке вниз, в бункер. Когда Вера очнулась, мужчины объяснили, теперь ты будешь работать здесь. В следующие дни женщину запугивали, избивали и насиловали, делали все, чтобы сломать в ней последнюю надежду на нормальную жизнь и, по всей видимости, достигли в этом успехов. Через некоторое время Комин настолько уверился в том, что Вера не сбежит, не предаст его и не пойдет в милицию, что стал выпускать ее в город. Толпаева фактически стала его второй сообщницей, потому что в ближайшее время она привела еще двух женщин, двух новых рабынь для бункера. Почему она помогала своему учителю до сих пор доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, главную роль сыграла психология жертвы, а по другой версии, Вера стала искать других девушек себе на замену, поскольку просто не умела шить. Комин какое-то время даже пытался научить ее, но ничего не получалось. В итоге тюремщик сказал, если не можешь шить сама, найди другую вместо себя. Зимой 1995 года Вера дает Комину наводку на свою подругу, 35-летнюю Татьяну Мельникову, которая тоже уже долгое время сидела без работы. Рабовладелец отправляется по указанному адресу и совершенно случайно встречает там своего бывшего сокамерника Николая Малых. И выясняет, что этот самый Малых сожительствует с Татьяной, его будущей жертвой. Роковое совпадение, свойственное маленьким городам, где все всех знают. Комин не теряется и предлагает обоим выпить за встречу. По классической схеме у него в гараже. Вот как Лафелин усыпленную Татьяну спускают в бункер, а Николая Комин внезапно решает убить. Либо чтобы избавиться от ненужного свидетеля, либо, по другой версии, чтобы не иметь никаких дел с криминальным миром. Такая вот чудовищная ирония. Тем не менее, Комин и Михеев еще не отваживаются на откровенные убийства. Они раздевают малых до гола и отвозят на санках в открытое поле, чтобы 20-градусный мороз сделал за них основную работу. Одежду Николая они берут с собой и разбрасывают вокруг тела, создавая впечатление, что бывший зэк напился, разделся и прилег отдохнуть в поле. Ожидания их оправдались. Через две недели милиция обнаружила тело и пришла к похожему выводу. В любом случае, никакого уголовного дела возбуждать не стали, а расследование ограничилось пометкой «Несчастный случай». Новая рабыня, несчастная Татьяна Мельникова, начинает жить и работать в бункере. Вместе с Толпаевой они налаживают пошив одежды на продажу, а на поверхности Александр Комин параллельно ведет совершенно обычную жизнь. Заводит подобие семьи с какой-то сожительницей, состоит на учете на бирже труда, регулярно получает пособие по безработице и иногда сбывает на ближайших рынках одежду. Все так же не вызывая подозрению соседей. В бункере царят жестокие, по-настоящему рабские условия. Толпаеву и Мельникову не перестают насиловать и избивать, очень плохо кормят. По материалам дела их рацион состоял в основном из круп, картошки, черного хлеба и настоя шиповника. Пленные женщины моются раз в неделю в тазу, который Комин спускает вниз по лебедке. Но самое страшное, что эта швейная мастерская, силами несчастной Мельниковой и с подсобной помощью Толпаевой начинает работать. Рабовладелец заставляет женщин шить по 16 часов в день, так что готовая продукция поступает из бункера исправно, а затем отправляется на местный рынок, где пользуется хорошим спросом. Тогда Комин с Михеевым понимают, что бизнес пора расширять. Палач-самоучка Первым делом рабовладельцы поставили себе цель найти еще одного подсобного рабочего, причем именно мужчину. Все там же, на рынке, Комин познакомился с Евгением Шишовым, 37-летним алкоголиком и бывшим десантником. Предложил ему работу, тот согласился, даже после того, как узнал, что именно происходит в бункере. Но вскоре Комин за разговором выяснил, что Шишов по образованию электрик, и в душу маньяка, тревожную и подозрительную, как и у многих серийных убийц, закрались сомнения. Он подумал, что Шишов может поддаться на уговоры пленницы, обесточить лестницу под напряжением и помочь женщинам сбежать, а потом и вовсе сообщит в органы. Вполне возможно, что бывший электрик и не стал бы всего этого делать, он ведь с самого начала не нашел ничего аморального в работе бункера. Но Комин уже принял решение. В отличие от первого убийства, когда просто вывезли спящего человека на мороз, вторая расправа была по-настоящему жестокой. Рабовладелец орудил что-то наподобие электрического стула. Знания о его примерном устройстве он почерпнул из учебника по судебной медицине, который читал на досуге. Посадив Шишова на стул, он обмотал его оголенными проводами и подключил их к двум выключателям. Но даже на этом этапе он хотел сохранить руки в чистоте, поэтому нажать на кнопки и фактически казнить несчастного он приказал своим пленницам. По воспоминаниям подельника Комина Александра Михеева, Шишов скончался почти мгновенно. Тело закопали в ближайшем лесу. Позже его обнаружат, проведут экспертизу и выяснят, что гибель наступила от воздействия электрического тока. Но расследование по каким-то причинам сошло на нет, и Комин снова остался безнаказанным. Правда, после жестокой казни Шишова забеспокоился подельник рабовладельца Михеев. Видимо, он не ожидал, что Комин на такое способен и даже порывался выйти из дела. По крайней мере, так он рассказывал уже позже. Александр Михеев, сообщник Комина. После смерти Евгения я напился, пришел и сказал «Это не моя мечта, сам понимаешь. Два трупа на ушах. Я буду молчать, но меня, говорю, в покое оставь. Твоя мечта сбылась, у тебя работа, все есть, только, говорю, оставь меня в покое». Я пошел, он мне в спину крикнул «Пожалеешь еще?» Месяц был очень неприятный. Он молчал, не появлялся, потом пришел, вызвал «Пойдем, говорит, на улицу поговорим, у стен уши есть». Паранойя какая-то была в этом плане. «Ну хорошо, говорит, живи как хочешь, но мы с тобой одной веревочкой повязаны и никуда не денешься, будешь мне помогать. Когда приду, скажу, будешь приходить». В результате Михеев так и не смог уйти из бункера, продолжил помогать Комину и, разумеется, не стал ни о чем сообщать в органы. Тем временем наступило лето 1995 года. Вера Толпаева приводит в рабский кооператив еще одну жертву, 36-летнюю Татьяну Козикову. Снова главную роль сыграло отчаянное положение. Женщина трудилась поваром на местном предприятии и уже год не получала зарплату, а недавно украла с кухни пирожные для маленькой дочери. Руководство угрожало судом, причем вполне серьезно, заседание должно было состояться этим летом, но подсудимой Козикова так и не стало, попав в лапы Комина. С двумя полноценными швиями и помогающей Толпаевой кооператив в бункере заработал в полную силу. Беспощадный Комин, не прекращая издевательств и побоев, все так же заставлял женщин работать на пределе возможностей. Татьяна Козикова, пленница Комина. Норму он давал невероятную. Сейчас кому рассказать, никто в это не поверит никогда, чтобы столько можно сшить и сделать, это невозможно. Он пришел днем, принес материал, сказал, 32 халата, чтобы к утру были готовы, их нужно кроить и сшить. И все нужно сделать, а попробуй не сделай. Он же нам сказал, как? Я потом бить вас не буду, я просто вас буду потихонечку резать за каждую провинность, кончик носа отрежу, уши, потихонечку оставлю глаза, руки, это будут у вас целые, чтобы вы работали. В отличие от сломленных духом Толпаевой и Мельниковой, Козикова постоянно думала о побеге и даже подбадривала своих подруг по несчастью, например, отговорила одну из них от суицида в надежде на скорую свободу. Однажды Комин спустился в бункер по лестнице, предварительно ее обесточив. Женщины решили, что другого шанса может не быть и умудрились запереть своего мучителя в одной из комнат подвала, заблокировав ручку сковородкой, а затем бросились к лестнице. Но Комин смог освободиться. Впоследствии уже на допросах он максимально отрешенно, даже меланхолично признавался, что в тот день очень строго наказал своих пленниц. Сами женщины говорили о тех событиях совершенно по-другому. Татьяна Козикова, пленница Комина. Он так меня бил до такой степени, что сам был весь в крови. Брызги крови, кожа лопалась. Потом, мало того, он взял шланг, потом мне выворачивал голову, потом он взял свечку, свечкой поджигал мне руки. После того дня Комин поставил невольницам условия. Либо он разрезает им рот от уха до уха, либо делает каждой татуировки. Несчастные пленницы, разумеется, выбрали второе, и в ближайшее время у каждой из них на лбу были выбиты три буквы «РАБ». Чтобы сделать подобную татуировку в домашних или, скорее, тюремных условиях без специального аппарата и подходящих чернил, требуется более трехсот от уколов. Но на этой пытке Комин не остановился. После попытки к бегству он стал еще сильнее переживать, что может лишиться своего предприятия. Поэтому вскоре к стенам бункера он прикрутил ошейники и кандалы и ввел новые правила. Теперь, перед тем, как спуститься вниз, рабовладелец подавал сигнал, несколько раз включал и выключал свет, после чего женщинам надо было заковать себя в кандалы и ошейники и бросить ключи на стол.